все пусть идут вперед колонной спокойно вот эти тоже могут идти уже на расуплай пушки мы можем по 2 подвести так здесь какая-то несостыковочка а вот тут мы потеряли много людей ведь и не заметил давайте отступаем сейчас ротация ротацию сделаем тоже потянем наших солдат и выравниваем выравниваем наши ряды сейчас мы уничтожим несколько пушек своим огнем тут не стоит забывать что у нас еще в резерве есть несколько полков враг тоже теряет много у него тут если не ошибаюсь возможно и меньше людей потому что видите они две линии стоят но у нас тоже уже две линии осталось только первая линия пола там у них еще есть резервы что же мы с одним егерским палком не можем справиться то конечно наши с обстреливают их раз замка так сейчас ой-ой-ой мы сразу потеряли несколько человек от залпа сейчас еще чтобы не потеряли так наши отступили что-то тут не так и тут мы введем огонь в принципе снаряда пули у нас много вот эти ребята отступают далеко кстати отступают вот мне немножко бесит что они что их нужно самих вот этих так Давай-давай-давай-давай. Сейчас пока они тут перегруппироваются, мы сейчас выйдем и их расстреляем. С этой стороны тоже мы так сделаем, но только давайте мы перевестим сюда наших людей. Многие уже истощены. Первая линия вот этих нидерландских полков уже пала, нидерландского полка. Мы выровняли потихоньку, выравниваем наши потери. Так же, например, как и здесь. Пока что хуже идёт дела. Давайте мы посмотрим общие потери. Это нужно смотреть за генералом. Ну, на 300 потерь у нас больше, но это, конечно. Враг открывает первый залп у него егеря, которые, в принципе, очень хорошо сражаются на дальней дистанции, на ближней дистанции. Есть! Отступили! Отступили... Отступил нидерландский полк. Продвигаемся вперёд, чтобы бок наносить удары. Так, они перегруппировались. Сейчас мы теперь вот этим будем бок наносить удары. Сможем ли мы? Если что, мы ближе подойдём. Так, да, можем стрелять, в принципе. Немного больше, чем полчаса прошло. Давайте мы всё-таки отойдём назад. Потому что, видите, они там перегруппироваются. Я не хочу слишком с ними вступать, вступать в битву. С этим ещё, да? 145 ярдов. Вроде на 150 ярдов. Ах. Ну. Вот. Всё, сойдёт. Ох, посмотрите, как по нам попали. Вот это всё вот эти пушки. Ну, мы сейчас наши потянем пушки. И ну, и тоже будем картечью обстреливать. Так, это не наши пушки. Вот это уже наши пушки. Которые непосредственно находятся под нашим командованием. Так. Вот эти тоже. Давайте вперёд. Вот эти. Я думаю, даже вот сюда можно. Их полепить. Выравниваем ряды. Здесь ставим сзади людей. Здесь тоже. Ставим. Подтягиваем. Начинаем ягерей обстреливать. Так. Теперь вот здесь. Нужно ближе немножко подойти. И мы уже начнём с нидерландской пехотой. Всё. Видите, они увидели нидерландскую пехоту и начинают сами останавливаться. А здесь мы проведём сейчас ротацию. Ну, пока близко не буду подводить. Потому что, сами понимаете, зачем, чтобы нас обстреливали. Так, стоять. Мы пока по пушкам стреляем. Это пока главное. Потому что пушки, понимаете, что они делают. Есть! Пушки отошли. Так, куда наши вот эти едут? Сюда. Давайте мы ещё пушки вперёд потянем. Я думаю, вот тут будет нормально. А вот эти пушки. Ну, и уже лучше. Вот этот. Берём выше командование, берём. Ну и сюда. Нет. Или нет? Сюда. А вот эти, берём их командование. А пусть, пусть стреляют. Пусть стреляют в картечку. Почему бы и нет? Конечно, они взяли такую возвышённость. Уже потихоньку мы увеличиваем наше убийство над потерями. Также вот здесь, как вы можете видеть, мы не ягерей давим. Одни ягеря отступили. Давайте сюда потянем наших одних стрелков. Вот эти регулярные. Холд ту-де-ласт. У них. Написано. Так. Вперёд. А здесь что? 170 убийств. 163. Ну, тут мы практически выровняли убийство. И здесь ещё, ну, 30 там потерь. Знаете, там плюс-минус 30, это ещё-то. Это ещё такое. нет. Давайте мы его отдельно выберем. И вот так, я думаю. А мы назад отступим. Сейчас мы картечку возьмём. Берём картечь. Ну, они сами, в принципе, будут атаковать картечку. Как надо. Когда надо. вперёд, ребята, вперёд. За фанцией. Там уже парень бегает от всех. По всем полкам. Убой! Ну, а тут мы выровняем позиции свои. Так, 263 было потеряно. Вы представляете, сколько это людей? Ну, тут хорошо, очень хорошо справились вот эти игря. Они нас сдерживают. Вот наши несколько полков. Сколько времени они сдерживают? Так, 170 ярдов. Давайте мы ещё ближе подойдём. Нам нужно 150 ярдов. Так, ещё не видим. Ещё нет. Вот. Вот, вот, вот. А вот эти пусть отойдут и дадут пушкам стрелять наконец-то. Сейчас они канистер-шотами начнут валить врага. А я думал, что они отступают. Они идут вперёд, они далеко. что там с пушками? Что-то они так подходят вяло. Ну, я думаю, наши люди довольны. Так, по ним кто-то вроде тут стреляет. А, нет, это... Это от взрывов, я думаю. Давайте мы перейдём к юниту. Нет, это по ним стреляют. Давайте мы всё-таки отведём наши пушки немножечко назад. Немножко, я думаю, вот сюда. Мы отведём, потому что они так потянули их. Что, ей-богу, он сам убийца. Но мы уже 95 человек убили. Это очень хорошо. Вот, они уже там всё, не ведут огонь. Прекрасно просто. Потом мы выровняем ряды и пойдём в атаку. Пушки тоже же нужно использовать. Ну, серьёзно. Так, я думаю, это будет слишком близко. Так, ну, блин. Если его выбрать самого... Нет, он не идёт. если по ним будут вести огонь, мы справимся, сами знаете. Так, вы развернитесь. Теперь не только их пушки будут вести по нам огонь, а мы теперь по ним тоже будем вести огонь. А то, видите, как всё получалось. Так, давайте вперёд. Ну, а вы, вы уже всё. Вы уже можете отдыхать себе спокойно. Идём вот сюда и идём сюда. Даже вот сюда. мы ещё не знаем, что у них здесь. Так что любое, любое может быть. отводим наши пушки. Но по центру мы уже можем, в принципе, атаковать. Так. А то кто у нас? Это вроде пушки. Спирит берегей. Давайте командира найдём. А вот и командир. Ну, пусть стреляют себе. пусть себе стреляют. Наше дело было подвести пушки. Так. Давайте посмотрим, что тут. Не осталось уже у них выстрелов. Также нужно, также нужно действовать, потягивать наши пушки. А то о них забыли. Давайте их заменим. А вот эти пусть пойдут вперёд. Хорошо. Что там по потерям? Выровнялись наши потери или нет? Ну, по тем, тихоньку. Было минус 300 человек, теперь минус 250 человек. Ну, 260. Британцы решили подойти к нам. Это кто? Камерунские хайдлендеры? Горцы? Камерунские горцы? Ну, они элитные. Это вроде седьмой или восьмой, ну, это такие, знаете, одни из самых элитных войск, которые есть здесь. Так, ну, давайте, вы отступайте. Смотрите, я им даю шанс отступить, они такие, и остановились посередине пути. Вот как вот здесь вы можете увидеть, как по нам огонь ведут враги. Давайте, вы лучше стойте. А вы можете просто отступить. Я думаю, это нужно просто отключать, батальон формейшнс. После того, как вот эти ребята справятся, мы выровняем линии, мы выровняем линии, и вот эти два полка пойдут в бой. С какой они бригадой? Вот вроде с этой бригады. Так, 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 так. Нет. А где же наш командир? Вот он. Ну, просто вот эти два полка пойдут. Ну, или вот эти два полка могут пойти. Потому что вот эти ребята, они же тоже с бригады. То есть, что есть. Так, тут мы потеряли 700 человек. Печаль. просто. Просто печально. Три полка осталось только. Что там? Прямой наводкой бьют. А 433 человека мы уже убили. м м м м м м м м м Продолжение следует...